Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я рада приветствовать вас на своем новом канале Жанна в Турции онлайн. Я очень признательна тем, кто на него уже подписался. Ну а те, кто этого еще не сделал, пожалуйста, я буду вам очень рада. Сегодня 16 сентября, мы по-прежнему в Турции, в солнечной Алании, сегодня близ поселка Конаклы. Не случайно мы сюда приехали, вообще наш выпуск будет сегодня называться «Голь на выдумки хитра». Объясню почему. Очень неприятная ситуация в этом году сложилась в нашем комплексе, где мы живем. Нам не наполнили бассейн. И представляете, вот в эту жару, 40 градусов практически ежедневно с мая месяца, мы не имеем возможности окунуться в свой собственный бассейн. Раньше его вообще не сливали. Но в прошлом году его слили на зиму в целях экономии электричества и химикатов, которыми он обрабатывается. Ну а потом пришел коронавирус. Конечно, в этом определенная есть причина, почему не наполнили бассейн. Но по большей части это, конечно, связано с хитростью нашей управляющей компании, которая под маской, скажем так, коронавируса решила еще и сэкономить. В общем-то, бассейны в этом году налиты во многих комплексах. Некоторые только лишь составляют неприятное исключение. И вот мы попали в это число. Но что нам делать? Без бассейна очень тяжело. На море каждый день ходить, ну, тоже не очень интересно. Поэтому мы сегодня поехали в гости к нашим знакомым, которые живут в комплексе вилл, скажем так, которые находятся возле поселка Конаклы. Я потрясена, как здесь красиво. Я вам сейчас буду показывать и рассказывать. Но сначала я окунусь в бассейн. Это то, ради чего мы сюда ехали. Ой, какое блаженство! Я вам не могу передать. Такая приятная вода, и не холодная, и не горячая. Она вот именно такая, в которую хочется окунуться, когда невероятно жарко. Я пока записывала приветствие, поняла очень хорошо выражение. Сошло семь поток. Вот с меня, наверное, даже больше сошло, пока я стояла на солнце. Очень жарко, даже не 40, наверное, все 45 градусов под солнцем. Вот под прямыми лучами точно есть. Я, конечно, очень сожалею, что в этом году мы остались без бассейна. Но такое решение было принято нашей управляющей компанией на основании голосования. Да, большинство жильцов как бы за. Естественно, соседи наши финны и норвеги, которые в этом году не приехали сюда. Естественно, бассейн им не нужен. Ну, а то, что мы здесь мучаемся и задыхаемся в жаре, это, конечно, их мало волнует. В очередной раз я вам хочу сказать, пожалуйста, не торопитесь покупать здесь квартиры. Вы даже себе не представляете, сколько нюансов, сколько проблем потом вам придется испытать и решать. Решать здесь проблемы какие-то очень тяжело. Я вам даже не хочу рассказывать все подробности. Но вот вы знаете, мы покупали шикарную квартиру в великолепном комплексе с полной инфраструктурой. Но вот сейчас, по истечении 6 лет, мы, к сожалению, далеко не всеми услугами этого комплекса можем пользоваться. А есть такое понятие здесь, айдат, это ежемесячная плата, которая собирается с каждой квартиры за обслуживание комплекса. Вы знаете, айдат у нас ежегодно увеличивается, но комплекс от этого лучше не становится. И это лишь один из нюансов, с которым обязательно здесь, в Турции, столкнется владелец недвижимости. Мой вам совет, не торопитесь. Если вы очень прям хотите сюда приехать и здесь пожить, приезжайте, поживите на аренде. Здесь можно снять в долгосрочку, минимум на год, очень хорошее жилье. По договору аренды получить вид на жительство и спокойненько жить тут в течение года. За это время вы изучите город, вы изучите окрестности, вы пообщаетесь с застройщиками, вы своими глазами все увидите. Но вы знаете, даже за год вы не поймете все равно полностью вот всех нюансов владения недвижимостью в Турции. Я вам могу сказать, не стоит овчинка выделки абсолютно. Сейчас обещанная прогулка по комплексу. Он очень большой, очень красивый. И вот здесь с террасы от бассейна открывается великолепный вид на пляжную полосу поселка Конаклы. Множество отелей тут расположены. Некоторые из них работают. И, кстати, рядом вот здесь тоже находится отель. Он тоже работает. Потрясающая панорама, вид на море. Очень красиво. Посмотрите вокруг. Какие первозданные тут горы. А вот тот каменный забор, если он вам виден, это городской парк. Ну, я думаю, что красоту бассейна вы уже оценили. Посмотрите, как вокруг здесь. Я сказала, что это комплекс вилл, но, скорее всего, это просто большой комплекс с очень интересной архитектурой. Он находится на горе и, соответственно, лесенкой вот так вот расположены дома. Сейчас мы с вами прогуляемся по территории. Тимур, как водичка? Обратите внимание, никого, кроме нас, здесь нет. Квартиры все пустые. Они, большинство, конечно же, выкуплены. Но в этом году никто из хозяев приехать не смог. Вот тут, кстати, пустая квартира, прямо возле бассейна. Видно, что она прям новая. И там никто не жил. Посмотрите, какая интересная здесь душевая сделана. Ой, хочу в тенек. Как раз мы сейчас с вами туда и пойдем. Честно говоря, я не знаю, куда идти. То есть мы отошли от бассейна. Попадаем вот в такую красоту. Цветущие стены, я бы сказала. Так, можем пройти туда дальше. Вот идут, получается, двухэтажные домики. Все они как-то в лесенках, в проходах. Но я понимаю, что нам нужно подняться выше. Вот здесь, кстати, душевые, туалеты. Очень все чистенькое, аккуратненькое. И прям вот тут, получается, входы в квартиры. Лифт очень интересный. Мы с вами идем наверх. Ни в коем случае не сочтите. Ой, шикарный вид, посмотрите, да, море, как видно. Ни в коем случае не сочтите это за рекламу. Я просто вам показываю, как же здесь красиво. Раз уж мы тут отказались, поделюсь вам с вами, как проходит наш сегодняшний день. Ой, очень интересно. Нужно, конечно, отдать должное. Посмотрите, каменная черепаха. Должное турецким садовникам. Очень все ухожено. Так, уходим немножечко в сторону. Здесь у нас спортзал, получается. Ага, сауна, бассейн. Ой, даже хамам тут есть. Вы посмотрите, такой большой. Отсюда вижу, очень красиво, кстати, все оформлено. Ну, он не работает, да, хамам? Ну, конечно, никого нету, для кого его греть. Вы знаете, вот то, что все это есть в комплексах, не факт, что оно будет вам доступно. Именно по той причине, что дорогое электричество здесь и разогревать те же сауны, те же хамамы, все это выходит в определенную копеечку. И поэтому не особо приветствуется, если в комплексе мало людей. Так, это сауна. Здесь у нас душевые, да. А тут, получается, это, наверное, как влажная парилка, да. Конечно, очень красиво, да, очень комфортно. Это крытый бассейн зимний. Он наполнен, но почему-то накрыт пленкой. Знаете, я ощущаю запах хлорки, что ли. Наверное, его дезинфицируют, но это, конечно, мечта, да. Представляете, зимой в этом бассейне с видом на море. Вам видно море? Витражи везде стеклянные. Сегодня небольшой ветерок, но это радует. Ой, как красиво. Давайте сюда подойдем, посмотрим. О, так это, получается, мы с вами вышли вот к бассейну, да. Оттуда мы поднялись. А, давайте я вот так вот сейчас покажу вам, как красиво. Конечно, жить в таком месте – это просто мечта. Кстати, отель вот, отсюда видно его название. Knox Inn. И, ой, мне прям в камеру лезет гранатка. Вам она видна? Вот она, посмотрите, гранатовое дерево тут же. И банановые деревья. Ой, сколько гранат уже. На рынок я ходила, вам показывала. 20 лир за килограмм, да. Это был, конечно, перебор. Ой, ну наслаждайтесь. Шикарный вид. Я так рада, что мы выехали сюда. Очень-очень красиво. А вон Тимур, видно вам его, да? Сейчас мы с вами дойдем до выхода. Я вам полностью прям покажу. Так вот, начала говорить, что жить в таких условиях – это, конечно, мечта. Это сказка. И все мы начинаем, попадая сюда, увидев вот это, искать возможности, да, тут находиться как можно дольше. Это понятно. Но лучше не торопиться в очередной раз. Я повторяю ее, потому что вижу в комментариях определенные переписки, которые завязываются между моими подписчиками. Ой, посмотрите, это получается вход, да, отсюда. Вот по этой лесенке расходятся в разные стороны. И я по характеру переписки понимаю, к чему она может привести. Красота. Я прям начинаю что-то говорить и останавливаюсь, потому что сама с удовольствием все это разглядываю. Вон, как интересно, на балконе оливковое дерево с разноцветными фонариками. Как интересно, да, стрибут Туи. Так, это еще один корпус получается у нас. Как-то мы заходили, мне казалось, что не такие большие вот эти вот дома. Невероятно красива природа Турции. Она, конечно, прекрасна. Она удивляет своим разнообразием, своими красками, ароматами. Вы не представляете, как сейчас пахнет на улицах. Везде цветы. Красиво, да. И мы с вами практически уже прошли весь этот комплекс по прямой. Но если бы мы начали ходить вот этим лесенкам и закоулочкам, я думаю, что это растянулось бы намного дольше. Вокруг тоже, вы видите, жилые комплексы. Но все как-то пустенько. Шикарные виды на море. Великолепные здесь. Посмотрите, какие кактусы, пальмы. Вот эти плоды, они съедобные. Вы посмотрите, какой маленький кактус и как много на нем плодов. Продаются они на рынке. Была, конечно, удивлена. Я никогда не видела плоды на таких кактусах, как они еще, оказывается, и съедобные. Вот здесь должен быть фонтан. И отсюда он водопадом спускается вниз. Посмотрите, здесь находится зона отдыха. Ага, это еще и зона барбекю. Там можно жарить, делать мангал. Все понятно. Невероятно красиво, да? С вот этих балконов. Просто шикарный вид на море. Открывается. Ну, в общем-то, все. Мы с вами вот дошли. Как он называется? Давайте посмотрим. Возвращаясь к бассейну, мы продолжаем с вами прогуливаться среди этой красоты. Понятно, почему сюда хочется вернуться вновь и вновь. С открытием границ больше двух миллионов туристов приехали только в Анталийский регион. И с каждым днем их становится все больше и больше, несмотря на определенные риски. Ну, вот у нескольких российских туристов отдых был испорчен. 7 сентября они прилетели в Анталию. До отеля их доставляли на общем трансфере. Большой автобус, в котором, естественно, находились и другие люди. Через несколько дней выяснилось, что у одного из пассажиров этого автобуса выявлен ковид. И всех, кто находился в этом автобусе, изолировали по месту их отдыха. Естественно, что сдавали они тоже тест на ковид, но результат был отрицательным. И несмотря на то, что у них был отрицательный результат, их все-таки отправили домой. Ну, как пишут одни из СМИ, что это был выбор туристов. Они захотели сами уехать домой, потому что отдыхать в условиях изолированной комнаты, куда тебе просто приносят еду, и ты, естественно, не можешь никуда выйти. И ни на территорию отеля, ни в город, ни на какие экскурсии нет никакого смысла. Поэтому якобы они сами решили отправиться домой. Естественно, что раньше времени они уехали. И турфирма, через которую они отправлялись на отдых, говорит о том, что будет им произведена компенсация. Рассчитываться она будет в индивидуальном порядке. То есть этот вопрос будет решаться индивидуально. Ну, а в других СМИ проходит информация о том, что якобы они готовы были остаться и продолжать отдых на изоляции. Но, тем не менее, из отеля их выпроводили. Уж не знаю, кому верить в этой ситуации, но такой факт был. Поэтому взвешивайте все риски. И даже вот видите, здоровые люди, которые оказались в контакте с... Ой, как мне страшно. Вот эти вот стеклянные полы, я не знаю, для чего они сделаны, но я хочу подойти сюда, чтобы вот это вам показать красоту. Великолепный вид. С подъезда. Да, вот такие вот здесь подъезды получаются. И международные туроператоры, и турецкие отельеры сходятся во мнении, что в данной ситуации все было сделано в соответствии с нормами и законами, принятыми сейчас в связи с ситуацией по ковид. Там четко прописано, что все заболевшие, либо контактировавшие с заболевшими подлежат изоляции, обследованию, лечению или же карантину. То есть все это и было сделано. Отправляясь на отдых, мы все должны понимать, что подвергаем себя определенному риску, и такие ситуации возможны. К ним нужно быть готовыми. Ни в коей мере, естественно, турецкая сторона не заинтересована в том, чтобы создавать какие-либо проблемы туристам. Член правления турецкого агентства по туризму и развитию Джем Кенай отмечает, что наибольшее количество туристов сейчас едет в Анталию из России, Украины, Великобритании и Польши. Их встречают с удовольствием. Отели Турции делают все, чтобы соответствовать критериям сертификата «Здоровый туризм». Он также убежден, что в последующие месяцы поток туристов будет расти, и, соответственно, туристический сезон в Анталии продлится до ноября, а может быть и до декабря. С прогнозами Кеная согласны и представители Ассоциации туроператоров России. Они отмечают, что Турция в текущем году остается приоритетным направлением для отдыха россиян и не только россиян. По их данным, количество туристов, которые поедут в Турцию в сентябре, может превысить показатели августа. Но есть, конечно же, опасения по поводу второй волны пандемии. Вот если они не оправдаются, то тогда оправдаются вот эти радужные прогнозы по продлению сезона и по увеличению количества туристов, которые могут отдохнуть в Турции практически до конца года. Конечно, отдых в этом году связан с определенными рисками, и отправляясь куда-либо, нужно эти риски взвешивать, оценивать и быть к ним готовыми. Однако хочу обратить ваше внимание, что не только отдых связан с рисками. Столкнуться с инфекцией можно где угодно, и не обязательно на курорте. Это может произойти в вашем родном городе, в общественном транспорте, в супермаркете, на работе. То есть тут никто ни от чего не застрахован. У меня складывается такое впечатление, что коронавирус, он уже прочно вошел в нашу жизнь. Мы просто должны к нему адаптироваться. У нас должен выработаться иммунитет. И мы должны научиться жить с этой инфекцией. Точно так же, как мы живем с другими инфекционными заболеваниями. Но для этого, конечно же, нужно время. Сейчас огромный стресс. Страдают люди, страдают экономики, страдают государства. Я думаю, что, наверное, лучше выдерживать определенную паузу, особенно тем, кто подвержен панике. У архитектора этого комплекса, конечно, очень богатая фантазия. Здесь много закоулочков, проулочков. Можно долго здесь ходить, пока их изучишь. А я направляюсь сейчас вот сюда, потому что вижу там камин. Мне интересно, как он там расположен. Ой, конечно, запустение квартиры. Все закрыто. Показывая вам всю эту красоту, должна сказать о минусе, который присутствует, когда живешь вот в таких комплексах. Особенно, если ты живешь здесь постоянно. Они находятся на определенном удалении от цивилизации, скажем так. И элементарно, чтобы выехать в магазин, нужен транспорт. То есть, пешком здесь не добраться. Автобусы сюда не ходят. Кстати, очень много вот таких пустых пространств, на которых, в общем-то, ничего не расположено. Но этот камин находится на небольшой зеленой площадочке. И, судя по всему, он общего пользования. Ну, наверное, больше для вот этих квартир, которые здесь в непосредственной близости. Мы сегодня провели прекрасный день. Надеюсь, что и вы с нами тоже. Бассейн нам очень понравился. Комплекс очень интересный. Сейчас донырнем еще напоследок. Но, как говорится, пора и честь знать. Кстати, я выяснила, что отсюда до ближайшего магазина Мигрос, который находится в поселке Конаклы, два с половиной километра. Конечно, с горочки можно и пешком. Ну, а вот обратно, тем более с покупками, да еще и по такой жаре, я думаю, что вряд ли получится. Я желаю вам положительных эмоций. Оставайтесь на моем канале. Не забывайте на него подписываться. Тимур, ты наплавался? Нет. Нет, тебе все мало. Конечно, мы сюда в первую очередь приехали, потому что Тимур очень просится в бассейн. Одного моря ему мало. Думаю, что еще сюда вернемся. Ну, и обязательно я вас возьму с собой. И всем пока-пока. Пока. Ивича пришел плавать. Не прыгай на камеру. До следующего видео.